Всем привет! Сегодня у меня макияж от ведущего визажиста марки Бобби Браун, Сергея Бондаренко. Невероятно красивый парень. Это тот случай, когда парень красивее девушки. На самом деле очень красивый. Я вам покажу его фото. Очень позитивный и приятный парень. Вот он подобрал мне такой макияж. Он сказал, что хочет выделить кожу. Как будто, знаете, услышал меня, потому что я тоже люблю именно кожу выделять. Правда, я сейчас не в очень хорошем состоянии после простуды и не очень хорошее лицо. Но что смогли мы сделали, вроде бы неплохо получилось. Кстати, я поменяла мнение о тональных основах Бобби Браун, потому что раньше я всегда слышала, в принципе, я, наверное, не умела их подобрать, но слышала, что они не очень хорошие. Но на самом деле нет. Я напишу, наверное, огромный пост, где я расскажу про все тональные от Бобби. В том числе про тот, который на мне. На мне тональный самый легкий нюд. Это макияж без макияжа. Тоже, как я люблю. Сначала он нанес гидрофильное масло, чтобы умыться. Потом водичкой мы его смыли. Водичка, кстати, была просто на ватном диске. Сняли макияж. После этого я уже даже не помню, как что. Я просто снимала, смотрела, что там было много-много эссенций. Одну из которых я купила. Покажу ее чуть позже. И эти эссенции нанесли от покраснений, для того, чтобы тон кожи был более ровным. С гиалуроновой кислотой эссенции, чтобы кожа была напитанной, не сушилась. Я, кстати, хотела купить эту, но купила другую. После еще какой-то эссенции. Потом праймер под макияж. Базу. Базу говорят, что все очень любят, но я решила сразу не покупать. Я посмотрю, как она будет вести себя. Еще только час прошел после того, как я пришла. Посмотрим, как она будет себя вести. И после этого, может быть, куплю даже эту базу, потому что я уже вижу это свечение, которое я так люблю. Которое многие не любят, но я люблю. После этого тональный крем. Это, я уже говорила, макияж без макияжа. Это вторая кожа. Весь макияж выполнен очень легко. И он старался подчеркнуть именно кожу и немножко выделить глаза. Немножко румян. Румяна, кстати, эти использовала, по-моему, в третьем сезоне Кэри Брэдшоу из фильма «Секс в большом городе». Немножко подчеркнули скулы, брови. Мне брови очень понравились, как он сделал. Очень естественно, мне кажется, как я делаю себе, точно так же и он. Глаза, немного карандаш и подводка. Наверное, вам не видно, но она немного мерцает. В принципе, я не очень люблю такие подводки, потому что их незаметно. Но если присмотреться близко и при освещении искусственном, достаточно хорошо заметен блеск. Немного теней. Новая помада. Эффект зацелованных губ. Не смотрите, пожалуйста, на мои губы. Я уже, наверное, как параноик в каждом видео, везде, на всех фото объясняю. Но все равно не доходит до некоторых людей, что у человека может быть простуда на губах. Начинают писать какую-то коррекцию. Пожалуйста, под этим видео не пишите мне, потому что это простуда и никакая не коррекция. И немного сверху хайлайтер. Кстати, у меня есть хайлайтер, но я его тоже покажу чуть позже. В общем, вот такой макияж. Очень легкий и немного туши. Туши у меня, кстати, была. Мне она не нравилась. Это какая-то другая. Это черная. Она, видимо, с таким панорамным эффектом. Очень поднялись реснички. Правда, он всего лишь один раз провел. Я бы, конечно, это сделала очень-очень много раз. И у меня были бы, наверное, вот такие ресницы. Но он выделил. С тем чуть-чуть просто решил поднять реснички и все. Покажу еще тональные у себя вот на руке. Я там сняла специально. И хотела вам рассказать о каждом тональном. Но я более подробно буду, конечно, об этом писать. Особое внимание я хочу, чтобы вы обратили именно на последний тональный. В черном флаконе он очень красивый. И сам флакон красивый. И интересное было у него свечение. Такое достаточно плотное, но влажное. И оно, и там какой-то гриб находится, он сказал. Видео очень мне показалось какой-то интересный, очень тональный. И еще мне запомнилась одна штучка. Корректор для проблемных зон. Как-то сюда, сюда, где есть проблемы. Мы нанесли. Очень, кстати, помогает. И неплохо смотрится, очень естественно. Вообще, марка Бобби Браун – это естественность, натуральность. Что мне очень импонирует. Особенно в последнее время. Раньше я любила кричащий макияж. Сейчас уже, конечно, не так. Ну, иногда люблю. Но не так, как раньше, не каждый день. Теперь мне хочется именно холеность видеть. Вот что-то такое. Теперь перейдем к покупкам. Хорошо, когда есть время именно как-то на отдельную марку. Тем более, когда приходишь, когда у тебя есть эмоции, вдохновение об этом рассказывать. И когда ты помнишь все, что говорили. Итак, покупки. Первым делом покажу, что я приобрела вот этот эликсир. Эликсир для преображения кожи. Сергей мне сказал, что у меня совершенно изменится кожа, станет ровной и гладкой. И, кстати, эликсиры все абсолютно в Бобби Браун. Они совмещаются с другим уходом, с вашим, которым вы пользуетесь. Постоянно они недорогие. И я не могу пока их советовать, но их очень хвалят. Поэтому хочу попробовать. И я вам потом расскажу, конечно, стоит приобретать или нет. Покажу, какой он. Вот. У меня вот такой. Вот. С пипеточкой. Вот такой эликсир. Очень интересно пахнет. Мне даже показалось коньяком. Немножко аптечно и коньячно. В конце, когда меня уже накрасили, мне расписали полностью все. Не только расписали, но и разрисовали. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Каждый продукт. Я вам сфотографирую. Сейчас тоже покажу. Вот. Вы можете видеть, что уход за кожей будет. Посмотрите, сколько всего нанесли. Здесь очень-очень много всего. Вы можете сфотографировать экран, если кому это интересно. И посмотреть. Я также в инстаграме оставлю фотографию. И корректор, и тональное средство, и бронзер. Все румяна какие. Все здесь видно. Вот такое приобретение. Безумно красивое. Посмотрите, какая палетка. Интересное оформление. Лаконичное. Аскетичное. И шикарное. Что здесь? Смотрим. Вот. Это тени. Которые, мне кажется, даже, знаете, можно использовать не только как тени для глаз, но и тени для брелли. Это макияж на каждый день. Естественно, нюдовый. По-моему, очень актуальный, красивый. Матовые и сатиновые тени. И моя любимая подводка. А я как раз недавно купила подводку. А можно было не покупать. Но коричневая теперь на этот раз. Оставлю на потом. Помада. Я выбрала очень темную, густую помаду. Рупи забудь ее. Потому что зимой я очень люблю такие помады. Сочные. Но у меня сейчас легкая, как вы видите. Вот. Посмотрите, какая красивая. Она прямо в тон, в тон с корпусом помады. Я могу сказать, что она комфортная. Ее не ощущаешь на губах. Но я, конечно, так не буду красить. Я люблю, чтобы помаду прям, знаете, слой лежал на губах. Непрозрачный. Поэтому, ну, вот так вот ты ее, когда используешь, она очень-очень легкая и нежная. И теперь покажу невероятной красоты. Хайлайтер. Его еще нет здесь в Махачкале, но я попросила, чтобы мне привезли его из Москвы. Что и сделал Сергей. Посмотрите. Я знаю, что Новый год нужно отмечать в золоте. Я уже смотрю, какие у меня будут золотые тени, какая помада. А хайлайтер у меня уже есть. Ну, согласитесь, он просто великолепен. Он очень красивый. Пузатенький, золотой. Оформление великолепное. Красное. Знаете, мне почему-то напоминает это, не знаю, российский герб. Почему-то, не знаю. Вот что-то связанное с Россией. И причем с царскими временами. Может быть, что-то было навеяно. Но я, конечно же, не говорю, что это так. Просто это лично мое восприятие, мне так кажется. Подарки. Посмотрите, что мне подарили. Это маски от Бобби Браун. Кстати, недавно я хотела купить себе средство для снятия макияжа. И советовалась Бобби Браун. Кстати, мне его немножко дали попробовать. И я хотела умываться. Я люблю умываться. И хотела именно с глаз, чтобы смывалась. Но мне сказали, что это средство, знаете, в такой банке красивой. Я уже как-то о нем говорила. И все-таки вот пошла покупать. Оказывается, нужно покупать гидрофильное масло. Оно снимает макияж с глаз. А вот это средство, оно просто для снятия с лица, но не с глаз. И я не очень люблю такие средства. Поэтому с ним я рассталась. Консультант обратила мое внимание на маски. Я как-то о них думала-думала. И так получилось, что мне их и подарили. Но это миниатюрки, конечно же. Но для того, чтобы попробовать и оценить, я думаю, это вполне достаточно. Здесь три маски. Первая маска. Это глубокое очищение кожи. Удаляет загрязнение и излишки кожного себума. Кожа выглядит обновленной, здоровой и чистой. Вторая маска. Увлажняет сухую кожу, возвращает упругость, способствует уменьшению видимости мелких морщин. И третья маска. Это маска, наполняющая кожу энергией. Бережно удаляет омертвевшие клетки. И кожа становится гладкая, ровная и сияющий вид приобретает. Очередной раз подтверждается то, что когда очень хочешь, у тебя это обязательно появится. Еще крем для лица. Вот такой крем. Восстанавливающий, увлажняющий крем для лица. Его можно использовать и днем, и вечером. Далее. Кушон. Я сейчас покажу его. Он... Я не знаю, как его назвать. Он маленький-прималенький. Просто вот дальше некуда. Но мне так понравился он. Именно своей милипусечностью. Вот, посмотрите. Ну, просто... Очень маленький. Ну, на разик хватит. Очень приятно, кстати. Для меня прямо вообще это... Что может быть приятнее, чем иметь такое маленькое тональное средство? Вообще, любой продукт я люблю. Маленький. Кто меня давно смотрит, знает, что это так. И еще тени. Вот сколько у меня подарков оттенки тауп. Правда, таупы бывают разные. Это какой-то совсем светлый тауп. Вот. Такого цвета. Здесь достаточно много теней. Прилично. Вот. Опять же, мой любимый размер. Никак не нахвалюсь я на эти маленькие помады, тени, кушон и все что угодно. Очень приятно, что есть такие малюсенькие. Это кремовые тени. Вот такие приятные подарки. И вообще приятный день от Бобби Браун был сегодня. В заключении скажу, что, знаете, когда думаешь, когда смотришь на таких людей, которые заняты своей профессией, настолько, настолько ее любят, настолько ее увлечены, что хочется, конечно, и самой быть частью этого. И, наверное, знают люди, которые меня смотрят, что я закончила, конечно, школу майкоп-тельер, что я иногда крашу. И вот иногда я так подумываю все-таки стать визажистом. И сейчас мое желание укрепилось. Я думаю, что, скорее всего, я буду заниматься этим именно в ближайшем будущем, что все-таки я буду, наверное, визажистом. Так что, может быть, мы как-нибудь с вами встретимся именно на макияже. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.